Добро пожаловать на просмотр обзора русской карты Балдейкина и русского пака техники для этой карты на Farming Simulator 2020. Сразу говорю, ссылку на карту ни в описании, ни в комментах ее вы не найдете. В описании есть только ссылка на группу разработчика, где нужно зайти в эту группу, вступить и уже там будет пост по покупке этой карты. Там все написано, цена карты, скриншоты, какая техника идет в паке, да и за ним я вам ее сейчас тоже покажу. Ну и цена. В общем, переходим по ссылке в описании и там приобретаем карту. Стоит она недорого, рублей 250 где-то. Ну в общем как-то так. То есть вы получите карту плюс большой пак техники. Итак, приступаю к обзору. Мы появляемся на таком вот комбайне. Дон с жаткой. Правда, насколько я понимаю, не родной. Нью Холланд, жатка. Вот такой вот комбайн Дон. Посмотрим его изнутри. Детализация присутствует. Анимации приборной панели. Вроде бы присутствуют. Как никакая. Рычаги. Все тоже анимировано. Сидение прыгает. То есть подрессорено. Все нормы 20-го фарминга соблюдены. То есть это радует. Вот такой вот у нас замечательный комбайн будет. Он раскладывается. Все крутится, работает. То есть еще раз повторюсь, детализация на высоте. Сейчас посмотрим от третьего лица еще. Там у нас стоит селка. Астра, насколько помню. Мы когда смотрели обзор карты Липпинки. То там тоже это же селка. Ее мы уже видели. Ну, также нам еще дается вот Нива. Дон. Росельмаш. Жатка. Нью Холланд. Селка Астра. И ПВН. ПВН. Это плуг навесной. Вот как-то так. Сейчас пак техники я, к сожалению, покупать не буду. Так как если покупать технику, то программа для записи видео не будет включаться. И поэтому я технику могу показать только в магазине на иконках. Но у всех у них есть, поверьте, очень хорошая детализация. И в общем как-то так. Что ж, давайте перейдем в магазин. А потом поездим по карте, посмотрим что да как. Переходим в магазин. Итак, пойдем снова по всем пунктам. Начнем с тракторов. Здесь ничего нет. Они находятся в малых и средних тракторах. В малых тракторах у нас есть МТЗ-82.1 мощностью 81 лошадиная сила. В средних тракторах у нас есть МТЗ-1221. Мы его смотрели. Тоже в предыдущей серии по обзору карты Липпинки. Тут уже 130 лошадиных сил. Ну и есть ХТЗ-150. Он мощностью 175 лошадиных сил. Ну то есть тракторный парк, он здесь хороший. В больших тракторах есть КС-744Р3 на 390 лошадиных сил. И КС-700А на 225 лошадиных сил. То есть это замечательно. Два у нас больших трактора. Я так вот скриншоты повставляю, чтобы вы представляли, что там за трактор такой. В грузовиках у нас есть Урал, у которого открывается капот. Это анимировано. Двигатель у него тоже весь проделан. Ну и КАМАЗ-55111 совок. Это они у нас возят культуру. КАМАЗ на 21 тонну. А Урал на 22700. Практически 23 тонны. Ну в уборочных машинах я показывал, есть ДОН-1500В. Росельмаш. Всевыслоуборочной техники. Вроде бы сейчас больше ничего не будет. Свякоуборочная техника пусто. Так проверю на всякий случай. ПТС-4 я показывал в предыдущей серии. Она на 10 тонн вместимостью. В жатках идет вот Росельмаш ЖУ-6 к этому ДОНу. То есть она подходит. В плугах есть ПВН-3-35. Также еще один плуг. ПВН-6-35. То есть три вида плуга. Один на 2,1 метр. Другой на 3 метра. И самый маленький на 1,1 метр. ПВН-3-35 я показывал в предыдущей серии. В культиваторах есть Борона. На 80 лошадиных сил. Трактор нужен и длина 9 метров. И еще есть культиватор КТП-7.4. Длиной 7,4 метра. Требуемая мощность 180 лошадиных сил. Дисковые Бороны ДМТ-4АДиметра. Она на 4 метра требуемая мощность 180 лошадиных сил. В селках есть Астра. Я уже не раз показывал. Ну и это наверное одно из самых интересных. Это посевной комплекс Кузбасс. То есть вот это идет культиватор. Он одновременно и культивирует и сеет. А вот это приспособление. Это именно бункер, в который складываются семена. И уже из этого бункера в этот культиватор. И одновременно селку поступают семена. То есть это два в одном. Он едет, культивирует и сеет сразу же. И может он сеять одновременно. Еще и удобряет. То есть культиватор этот поступает одновременно и удобрения и семена. Это очень удобно. Этот бункер умещает 6,5 тонн зерен и удобрений. То есть это очень удобно. Но я думаю вы меня поняли. Это очень нужная и полезная вещь в фарминге. Идем дальше. В выпрыскивателях пусто. Здесь тоже. Тут ничего нет. В косилках КДН-210 я показывал. На 2,1 метр. Сеноворошилки. Валковые жатки. Пусто. Грузовые прицепы тоже. Животное пусто. Разная. Есть двойная сцепка для селок. Для астры. Как раз она подходит. Ну и техника для тюковки это ПРФ-180. Ну в общем как-то так. Вот такой вот пак техники идет карте. А сейчас мы поедем покатаемся как и обещал на карте. К сожалению я сейчас ничего купить не смогу. И на видео это записать я тоже не смогу. Так как выключается программа для записи видео. И вообще ничего не получится сделать. А так мы на комбайне не спеша прокатимся по карте. Ах да. Саму карту не показал. Вот. Такая вот карта. Здесь поля тоже более-менее ровно. Такие прямоугольные, квадратные. Это удобно. Есть свинарник, коровник, выгон для лошадей. Пастбища овец. То есть все животные присутствуют. Перекупщик животных. Овочебаза. Станция. Перекуп. Заправочная станция. Степаныч. Сарай. Второстепенное хранилище. Ну и много еще каких объектов. То есть карта такая достаточно хорошая. Сейчас съездим в город. Посмотрим, что там. И вернемся обратно. Сейчас мы будем проезжать мимо свинарника. Вот он справа. Обновления на карту будут выходить. Кстати, вот пугук нашелся. Какие здесь косяки есть. Они будут исправлены. Но пока как таковых косяков я вообще еще не вижу. На липпинге мы насчитали приличное количество косяков. Но весьма не критичных. Здесь пока что только это появление техники в поле. Ну немного так она разбросана. И все. Это пока что единственный минус, который можно пофиксить. Я вас свожу еще в интересное место. Это карта сконверчена с 19 фарминга. Балдейкина вроде бы была еще и в Семнашке, насколько я помню. Поэтому вот. Там у нас шестерка слетела. Видимо еще и сгорела. То есть, вот. Карта достаточно хорошая. Деревья, да. Тоже прикольная. Трафика я пока что не видел. То ли его здесь нет, то ли я не видел. Но в любом случае, я говорю, это еще, можно сказать, бета-версия карты. Поэтому для бета-версии это вообще здесь сейчас все норм. И очень круто. Однозначно. Мне нравится. Это у нас идет коровник. Такой вот большой коровник. Здесь есть еще деревня такая и не одна. Сейчас мы туда заедем. Как уже говорил, вот интересное место там находится. Жалко, эта версия не там, где можно выходить. Просто эта фишка Магас утеривается без этой возможности. Здесь у нас продажа стройматериалов, видимо, идет. Ну и вот эта деревня. Она очень прикольная. Она так находится перед озером каким-то. Это река. Здесь есть такие вот дома. Во двор которых можно легко и просто заехать. То есть для рпшек здесь просто топчик будет. И это замечательно. Есть здесь такой дом, в который можно заходить. Есть гараж. Вот видите там диван. Все есть. У него можно было заходить в 19 и 17 версии фарминга. Но эта карта идет на версию старую фарминга. Поэтому здесь выходить нельзя. Здесь лодка стоит. Очень все укомпоновано хорошо по карте. Для рпшек можно действительно много чего поснимать. Здесь у нас карьер идет. Экскаватор стоит. Бытовка. Ну сюда мы не поедем. Сейчас поедем мы в город. Нам туда надо. Церковь заброшена. Это я лишь часть показываю. Остальное там еще лучше. Вы спросите. Немного река. Странно. Ну она еще была и в 19 ферме такая. И в 17 это уже автор. Изначально автор карты. Вот такую вот воду сделал. И это вряд ли можно исправить. Но я не вижу причины придираться к этому. Так как мы будем ездить не по воде. А будем заниматься фермой. А для старта карьеры у нас есть все. Кстати да на старте нам дается 100 тысяч долларов. Вот это хорошо. Остановки идут тоже. Вот у кого есть мода на автобусы. Могут покататься. Поснимать рпшки. Ну точнее для себя сыграть рпшки поснимать их не удастся. Так как почему-то в 20 фарминге какую бы технику ты не покупал. После ее покупки программа для записи видео просто вырубается. И все она не хочет работать. Вот там я кое-как скриншоты вроде бы повставлял. Как уж смог. Автор сказал через пару дней должно выйти обновление. Где будут исправлены какие-то баги, фиксы. Ну вот чисто визуально я пока что никаких багов кроме появления техники не вижу. Вообще все прекрасно. Железнодорожный переезд у нас идет. Так это у нас провода как понимаю должны были быть. Но говорю вот эти вот баги пофиксят. Вокзал идет. Туда тоже не поедем. Так вот по улицам проедемся. Чтоб видео не затягивать. В общем как-то так вот здесь. Город будет. Точки продажи у нас есть. Присутствуют они. Как обещал съездим сейчас в деревню. Которая была возле базы. По-быстрому доедем до деревни. Покажу ее и на этом будем заканчивать. Ну а вы еще пока не нажали лайк и кнопку подписаться. Если вы этого еще не сделаете. То пожалуйста сделайте. Так как с 10 тысяч я планирую стримить. На канале осталось уже меньше 800 подписчиков. До этой возможности стримить. Да и скоро юбилей на канале будет 10 тысяч подписчиков. Хочу его как можно скорее набрать. Это количество подписчиков. Да я думаю вы тоже будете рады. Когда я буду стримить. Потому что многие задавали вопросы в комментах. Типа таких когда я буду стримить. Когда будут стримы. Отвечая как наберется на канале 10 тысяч подписчиков. Начну потихоньку стримить. Буду стримить именно по Мотор Депоту. И в Блэк Раша наверное буду в САМП играть. На стримах с вами будем вместе кататься. В Блэк Раша развиваться. Потихоньку там работать. Просто кататься. А в Мотор Депоте можно было в мультиплеере тоже поиграть. Со всеми игроками можно было бы устраивать встречи с подписчиками. Такое часто делают в Мотор Депот. Тоже тема. Думаю согласитесь. Пишите в комментариях. Почему вы предлагаете стримить по каким играм. Я еще может быть постримил бы по CSGO. Но это с компьютером нужно было делать. А я еще с телефона то даже не освоил как стримить. А с компьютера это сложнее. Да и к тому же будет идти двойная нагрузка. А в CSGO с лагами играть это что-то не то в общем. Кстати слева у нас. Ну свинарник я уже говорил. Туда мы не поедем. Доедем сейчас вот до туда. До деревни. Там даже не совсем как деревня. А как микрорайон идет. Когда мы покупаем технику. Она появляется сразу же на базе. И это очень и очень удобно. То есть никуда ее ехать. Тащить ее не надо. Через пол карты. Она сразу же появляется на базе. Особенно это хорошо тем кто не любит перегонять технику. Но я лично не против этого. Мне нравится технику гонять. Здесь идут гаражи. То есть тоже говорю рпшки можно поснимать. Заброшенная котельня. Заеду сейчас на базу. Вот это вот микрорайончик идет. Там дома идут какие-то тоже деревенские. Вот и база. Здесь у нас будет находиться вся техника. Которую мы будем покупать. Ну в общем как-то вот так. Мастерская. Есть техника. Стоит гаражи. Навесы. Здания. Администрации. Колхоза. Двухэтажная. Ну в общем как-то так. Даже вон рампа есть. Элеваторы. То есть вот. Вот тут вот техника появляется. Ну что ж. По карте мы проехали. И с технику я вам показал. Переходите по ссылке в описании. Заходите в группу. Приобретайте карту. И будем играть вместе. Всем большое спасибо за просмотры. Встретимся в следующем видео. Встретимся в следующем видео.